Всем привет дорогие друзья, я поздравляю вас всех с наступившим новым 2017 годом, я надеюсь что вы его провели очень хорошо, все свои проблемы оставили в 2016 году и у вас хорошее настроение, море позитива и вот сегодня я для вас записываю видео и хочу для вас сделать небольшой подарок. Для этого послужило два повода, во-первых я вам обещал что когда будут новогодние праздники я в своем паблике буду делать много разных акций, конкурсов, в общем радовать вас разными призами, ну и второе это 100 тысяч подписчиков на канале, реально я долго думал что бы какое видео снять на 100 тысяч, какие может какой-то розыгрыш сделать, ну и в общем это видео будет посвящено именно этим двум пунктам, праздникам и моей цифре 100 тысяч подписчиков, я хочу вас за это отблагодарить и сейчас я вам расскажу что будет сегодня. Во-первых я вам покажу сегодня колоду, я буду сегодня делать буст до 10 арены, вот, но еще я хочу сказать ребят, что во-первых этот аккаунт который я сегодня буду бустить, я его разыграю, здесь уже есть легендарная карта, в общем давайте сейчас вообще поговорим о розыгрыше, а потом перейдем к онлайн атакам, к колоде которые я для вас подготовил. Значит сегодня у нас будет стартовать конкурс, где я для вас сделаю 3 призовых места, я конечно ребят понимаю вас слишком много и делать одно призовое место это может обидеть остальных, но всех я также не могу порадовать, поэтому я сделал немножко больше призовых мест, это 3 и поэтому шансы выиграетесь у каждого. Я реально постарался, нашлись спонсоры которые помогли мне в этом конкурсе, сейчас я все объясню какие будут призы, какие условия, они будут безумно просты. Итак давайте теперь поговорим о призах, значит первое место победитель в этом конкурсе заберет 14 тысяч гемов, вы можете их как и в Clash of Clans взять, так и в Clash Royale и можете деньгами. Это ребят 8 тысяч рублей, то есть вы можете забрать этот приз деньгами, а можете забрать гемами, то есть это уже решит победитель. Второе ребят место, второе место победитель заберет именно этот аккаунт, который я сейчас буду апать до 10 арены, я думал его разыграть таким каким он есть, но ребят все таки 100 тысяч, новогодние праздники, хочу для вас сделать как можно больше, как можно лучше. Я его апну для вас на 10 арену, я задоначу спецпредложение которое будет в магазине, здесь уже есть 4 легендарных карты как вы видите, и то есть когда я задоначу еще спецпредложение, здесь появится еще 100 тысяч голды, еще одна легендарная карта, о которой вы узнаете в конце ролика, когда я апну 10 арену, и вы еще за эти 100 тысяч голды можете купить еще 2 легендарных карты в магазине, даже громоверство, который уже вышел. То есть, это реально круто и аккаунт будет реально годным. И третье место, ребят, победитель заберет аккаунт также с легендарной картой и здесь будет кладбище. Он, конечно, похуже остальных аккаунтов, но, ребят, это третье место. Поэтому вот такая вот возрастная категория призов будет. Первое место 14 тысяч гемов. Второе место вот этот аккаунт, который мы сегодня прокачаем. И третье место это аккаунт с кладбищем. Теперь я скажу вам, ребят, правила конкурса. Они будут очень простые. Сейчас вам по пунктам расскажу, что нужно сделать. Первое, это подписаться на мой канал. Второе, поставить лайк этому видео. Третье, подписаться на мою группу. Все ссылочки, ребят, все условия будут в описании под этим видео, по пунктам. Все я по полочкам распишу и все доходчиво. Подписались на паблик, потом заходите в паблик, там будет закреплено это видео. Вы делаете репост этого видео. И подписывайтесь еще на моих двух спонсоров, которые предоставили эти аккаунты. Ссылки на них я оставлю в описании. Ребят, все условия я в описании распишу, все ссылки оставлю, по пунктам все распишу. Все очень просто. Подписаться на канал, подписаться на группу, сделать репост и подписаться на спонсоров. После чего, как пройдет 7 дней, я по репостам через приложение Random.org выберу трех случайных победителей. Результаты будут опубликованы у меня в паблике, поэтому обязательно подписывайтесь, чтобы не пропустить результаты конкурса. В общем, я надеюсь, что все понятно. Еще раз в конце видео подведу итоги. И теперь, ребят, переходим к онлайн-атакам. Мне нужно забустить этот аккаунт до 10-й арены, и я для вас подготовил колоду без легендарных карт. Чтобы еще помочь тем людям, которые не могут добраться к легендарной арене. Здесь, на самом деле, есть уже 4 легенды, но я, ребят, их юзать сегодня не буду. Я составил вот такую вот деку с Хогом. Эта дека реально рабочая. Я уже провел парочку атак, и она хорошо себя проявляет в сражениях. Прокачка карт, конечно, у меня не сильная. 6-е арарки это очень слабо по сравнению с теми оппонентами, которые попадаются мне. И вот мы сегодня попытаемся этими картами без легенд зайти в 10-ю арену. Я надеюсь, что у нас все получится, и погнали, ребят, теперь в бой. Итак, поехали. 10-й уровень не подбирается. Это, блин, конечно, плохо, потому что он, я уверен, будет прокачан лучше, чем я. Но я надеюсь, что у нас получится. Так, на меня идут орда миньонов. Давайте здесь своих 3-х миньонов и готовим зап. Очень странно, что миньоны идут в соло. Окей, давайте тогда подбрасывать элитных варвара. Попробуем зайти вот такой вот комбой. Жаль, у меня нету запа теперь. Так, валькирия 8-го уровня. Быстрее, быстрее. Блин, нет, остановил он меня. Конечно, остановил. Блин, но гигантский скелет 5-го уровня, это сильно на самом деле. Нельзя его пропускать к вышке будет. Так, хорошо. Сколько он потратил интересного эликсира? Смогу ли я теперь сейчас зайти? Давайте по левой стороне пойдем. Я надеюсь, он не ожидает, что я буду по левой. И бочку еще подкинем. Вот таким вот образом. Тоже хорошая комба. Так, агрится маг у нас. Ага, клон спелл. Хорошо, но все равно мы урон наносим. И причем неплохой. Смотрите, сколько мы снесли хитпоинта в вышке. Так, мага нужно контрить, конечно. Но если он идет в соло, то, наверное, не буду. Хотя нет, 3 миньона выпущу, когда он сагрится на вышку. Так, отлично, выпустил по таймингу. Так, надеюсь, 3 миньоны еще долетят к вышке, нанесут хоть какой-нибудь урон. Блин, варвары не успели кинуть фаербол. Но мы будем встречать их в своей армии скелетов. Вот здесь вот. Вот так армия скелетов пошла. Окей. Так, сборщик. Ладно, я кину фаербол чуть позже. Если у меня хватит эликсира. Мы делаем заход элитной варвары плюс ледяной голем. Готовим записи, будет 3 миньона. Так, валькирия снова. Окей. Давайте фаербол тогда бросать на сборщик. Будем убивать вышку, сборщик. Ну и все подряд там, что есть. Все, мы снесли вышку, отлично. Так, давайте сразу запнем. Отлично, все, просто изи, реально. Колода крутая. Но, конечно, есть свои минусы. По воздуху юнитов мало. Но, блин, до легендарной арены изи доходить. Можно, в принципе, мушкетера здесь куда-нибудь поставить. Вместо, например, армии скелетов. Так, у нас спарки. Блин, а что ж мне выбросить? Ну, давайте выбросим гоблинскую бочку. Я не знаю. Будем ждать спарки. Так, окей, здесь сделаем так. Готовим зап. Армия скелетов. Отлично. Так, здесь, здесь, что бы выбросить? Я не знаю. Так, хорошо. Хорошо. Так, блин. Нужно срочно ледяного голема. Срочно ставим ледяного голема. Фаербол? Блин, что происходит? Жесть. Ну, противник хотел взять просто массы. Хотел дамагом, вот этим всем клонспелом отклонировать много юнитов. Ну, если, ребят, делать все правильно, это невозможно. Ну, это глупая игра с его стороны. Ладно, бросаем элитных варваров. 10 секунд. Уже мне ничего не грозит. Чтобы он не выбросил, уже ничего не успеет дойти к вышке. Ну, что? Первая каточка. Изи победа. Давайте здесь еще фаербол подкинем. Так, конец боя. Ну, нам еще одну игру придется сыграть. Плюс 26 кубков. Да, ну и сразу погнали сейчас в следующую онлайн-атаку. Плюс еще 20 кубков надо. Погнали сразу в атаку. Девятый уровень. Хорошо, блин. Я надеюсь, что мы его сразу выиграем и не придется растягивать выпуск. Если вдруг проигрыш, придется ускорять какие-то атаки. Надеюсь, мы сейчас быстренько его выиграем. Очень на это надеюсь. Ладно, выбрасываем ледяного голема с левой вышки. Пока ничего оппонентного не выбрасывается. Ага, ледяной маг. Давайте хога по правой стороне кинем. Посмотрим, чем он будет меня останавливать. Ну, пока вот так все и оставим. Инферно. У нас есть инферно. Блин. И стрелы еще есть. Ну, смотрите. Он потратил стрелы. В принципе, можно проверить его на наличие запа, либо на наличие бревна. Ну, пока еще не буду бросать. Так. Значит, здесь элитные варвары пойдут. Конечно, плохо то, что я кинул. Сдалека их. Ладно, давайте выбросим бочку гоблинов на вышку. Потому что он потратил стрелы. Есть у него бревно. Ребята, у оппонента есть и бревно, и стрелы. Конечно, ему будет легко меня останавливать. Но по левой стороне, смотрите, два варвара добрались. И просто круто. Они нанесли потычки каждый. Это реально хорошо. Мы полвышки уже практически снесли. Делаем вот таким вот образом контру. Хорошо. Так. Ну, будут стрелы? Летят стрелы. Окей. Готовим своего хога. Так. Три миньона. Резко сейчас убьем ледяного мага. Отлично. Просто вы видели, как взорвался голем? Лопнул голем. И армию скелета уничтожили. Он чуть-чуть не дождался. Все, мы сносим вышку. Изи победа. Точнее, изи снос вышки. Пока еще не победа. Рано. Рано говорить о победе. Но это уже радует. Уже у меня преимущество большое. Так. Идет на меня мушкетер. Ну, блин, как меня радует то, что у нас прокачка хотя бы более-менее сходится. Потому что если бы у него были рарки там девятого или восьмого, как вот не часто здесь подбираются оппоненты, то было бы намного сложнее. Так. Что ж. Элитные варвары за мушкетером. Блин, плохо, конечно, то, что мушкетеру дают дамажить. Срочно нужно армию скелета. Я, конечно, понимаю то, что их валькирия снесет. Но чтобы мушкетер сильно не нанес много урона. Так. Что мы делаем теперь? Сейчас будет Хог. Чем бы его остановить? Давайте мы Хога выбросим. Он сейчас должен Эферну поставить. Здесь три миньона. Это он делает для того, чтобы я зап потратил. Но я зап тратить не буду пока что. Так. Окей. Хога. Убиваем быстренько Хога. Блин, ребят. Я теряю вышку. Это плохо. Но я еще полностью не потерял. Но мне кажется, он ее все равно добьет рано или поздно. Так. Окей. Готовим гоблинскую бочку. Бросаем вот так вот красивый фаербол. Смотрите просто какой фаербол. Нет. Не достал. Я думал, смогу уничтожить сразу и ледяного колдуна. Так. Ладно. Я сразу забиваю на левый фланг. Смотрите. А он уже пошел дамажить меня по правой вышке. Потому что походу он будет добивать фаерболом. Ладно. Здесь мы бросаем своего ледяного голема. Бросаем вот так вот бочку. И вот такой вот фаербол. Мы должны добить. Должны. 100 хитпоинтов. Тычка и снос вышки. Все, ребят. Ему еще надо снести левую, правую. Но он уже не успеет. 6 секунд остается. Это невозможно. Все, ребят. 10 арена. Сейчас посмотрим. Хватит ли. Ну, должно. Должно дать плюс 20 кубков. Сейчас проверим. Да. Плюс 29 кубков, ребят. 10 арена. Да. Да. Все. 10 арена. Давайте откроем королевский сундук. Посмотрим, что ему выпадет. Отлично. Шарик. Хорошо. Ну, что ж, ребят. Я вам показал колоду. Провел 2 онлайн-атаки. Я надеюсь, они вам понравились. Потому что, ну, колода реально работает. И, ну, прям все есть. Я же говорил, из минусов только то, что по воздуху против лавы. Но, когда против лавы играете, вам надо всегда прессовать и пушить по противоположной стороне, где идет лава. Все. Ну, а так вы можете ее чем-то редактировать. Куда-нибудь вставить мушкетера, например. Но, я лично вижу вот так вот эту деку. И она реально работает. Я вам это доказал. Дошел до легенды без легендарных карт. Что ж, ребят. А, стоп. А спецпредложения здесь нету. Блин, ребята. Я думал, этот аккаунт еще не был ни разу в легенде. И здесь будет спецпредложение. Блин, ребят. Я очень дико извиняюсь. Я не проверил, что этот аккаунт не был в легенде. И думал, что здесь будет спецпредложение. Я хотел его очень купить. Ну, блин, я не знаю. Просто задонатить гемов сюда. Но, будет ли это полезным для покупателя. Ну, в общем, посмотрим. Если здесь что-нибудь интересное во время этого конкурса выпадет. Я обязательно это задоначу на видео. Проинформирую вас. Либо уже у победителя спрошу. Я обязательно закину ему гемы, если он захочет. Либо подождем какое-то спецпредложение. Реально, я планировал здесь купить плюшку на этот аккаунт. Но, как-то не сложилось. Не знал, что этот аккаунт был уже в легенде. Реально, не знал. Не проверил сразу профиль. Ну, ладно. Все-таки. Десятая арена, ребят. Я, скорее всего, потом с победителем это обговорю. Если он захочет, я задоначу ему 1200 гемов. И он купит еще одну легендарку в магазине. Дождется громоверца. Потому что громоверца реально крутая карта. Вот. Но, в общем, все равно, я думаю, будет победитель рад, что здесь 10-ая арена. Здесь есть уже 4, 5, точнее, легендарных карт. Из них спарки уже 2-го уровня. 4 легенды и спарки 2-го уровня. То есть, 5. В общем, ребят, как-то так. Еще раз пройдемся по призам. Первое призовое место 14000 гемов. Второе, вот этот аккаунт, который я сегодня бустил. Третье место, аккаунт с кладбищем. Теперь пройдемся по правилам. Первое, что вам нужно сделать, это подписаться на мой канал. Поставить лайк этому видео. Подписаться на мой паблик. Ссылка будет в описании. Сделать репост этого видео в моем паблике. И подписаться на двух моих спонсоров. После чего, через 7 дней, я через random.org по репостам определю победителя. Я все пункты, чтобы были соблюдены, проверю всех. Все будут мне оставлять ссылки, показывать, что он подписан на того, на другого. Я это все обязательно, ребят, проверю. Поэтому, через 7 дней, результаты будут у меня в паблике. Подписывайтесь обязательно, чтобы не пропустить. На этом я с вами прощаюсь. Я надеюсь, вам, ребят, понравилась колода, понравились мои онлайн-атаки. Я надеюсь, вам понравился этот конкурс, в котором вы будете участвовать. Желаю удачи победителям этого конкурса. На этом я с вами, ребят, прощаюсь. Всем до новых встреч и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok